Однажды в 19 веке Натаниэль де Ротшильд во время охоты упал с лошади и стал инвалидом. Чем заняться инвалиду? Он купил виноградники мутон в Бурдо и решил стать виноделом. В 20 веке его потомок Филипп де Ротшильд привел шато мутон Ротшильд к званию одного из пяти великих вин Франции. А так как Филипп был еще и покровителем искусств, то этикетки к бутылкам каждого урожая он заказывал у художников не менее великих, чем его вино. И никогда не платил за это деньгами. Кандинский, Брак, Дали, Миро, Шагал, Пикассо, Уорхол и многие другие получали в качестве оплаты несколько ящиков вина с собственной этикеткой. По сути, мудрый барон дарил каждому гению постоянно растущий в цене актив. Срок жизни великих вин составляет без малого сотню лет, и каждый год цена бутылки повышается. Так в 1997 году бутылка вина Шато Мутон Ротшильд, урожая 1945 года, была продана на аукционе Кристис за 114 тысяч долларов. А истории этого винно-художественного марафона уже более 70 лет. Инвестиции в вино – проект долгосрочный и специфичный. Он требует знаний и постоянного внимания к происходящему в отрасли. Но для тех, кто нашел себя в этом, является удовольствием, доходом и делом жизни.